Тетрамориум Тетрамориума можно назвать поистине вездесущим муравьем. Ареал обитания растягивается от вон туда до вон досюда, если выражаться научным языком. Это, кстати, если рассматривать только местных циспитумов, но об этом далее поговорим чуть подробнее. Род тетрамориума насчитывает около 600 видов, среди которых много криптических, то есть видов двойников, различимых только по королевам да по самцам. К примеру, те же циспитумы и фероксы. По рабочим может определить только ультрагений, а вот матки различимы даже неопытным взглядом. Все виды этого рода примерно похожи по характеристикам. Мелкие почвенные муравьи, в основном падальщики, но также способны пости тлю, охотятся на очень мелкую и медленную добычу, способны питаться семенами, ягодами, орехами и фруктами. Активно выражены фуржировочные тропы, массовая мобилизация к источникам пищи, отменные строители, заботливые няньки, внимательные служители, отзывчивые друзья. В общем, все у них здорово, они самые-самые и все в этом духе. Далее для примера я буду рассматривать именно тетрамориум циспитум. Однако, как уже было сказано ранее, все тетры по параметрам схожи. Хоть это и почвенные муравьи, но для жизни они выбирают не каждую почву. Плотный грунт, травнистые кочки, дерн, вот это вот самое оно. А вот рыхлый чернозем они выбирают реже. То ли из-за плохой прогреваемости, то ли из-за конкуренции с другими видами. Не ясно. Гнездятся тетры просто в почве, стараясь убирать плотные участки для оборудования соляриев для расплода. Если же есть поблизости какие-то камни или же небольшие коряги, то солярии строятся под ними. Вход в гнездо окружает валик из кусочков грунта и песчины, который постоянно обновляется. Появляются новые второстепенные вентиляционные входы-выходы, вечно снуют муравьи, точнее, неторопливо бредут. Внутренняя архитектура муравейника достаточно сложная, но гнездо залегает неглубоко, обычно в верхних слоях грунта. Можно встретить гнезда, которые непосредственно граничат с некоторыми крупными видами муравьев, например, формика или компонотус. Мелкие тетры не докучают соседям, лишь изредка подъедают то, что не доели гиганты, поэтому такое соседство не несет прямой угрозы. Но если гнездо тетры сильно разрастется, то соседям лучше скорее собирать расплод и искать новое жилище, так как аппетит у тетрамориумов не хуже, чем у каких-нибудь феодоль или карибар. Тетры всеядны. Их можно считать основными употребителями павших без позвоночных. При обнаружении источника пищи происходит незамедлительная мобилизация, утаскивание и потребление. В ход идут все части найденного ресурса, иногда вплоть до самых твердых покровов. То же происходит и с обнаружением сладостей, нектаров, фруктов и ягод. Замечены случаи потребления тетрам и даже подтаявшего сала, потому что колонии пригодится любой ресурс. В соляриях для прогревания куколок можно обнаружить галереи, наполненные до потолка мелкими семенами сезонных растений. Амарант, подорожник, одуванчик, ну и другие. Тетрамориумы очень интересны муравьи, как в плане поведения, так и развития. Поднять семью не составит труда даже новичку, у которого раньше не было муравьев. Развитие происходит с матки. После лёта они ползают повсюду в поисках идеального места для закладки гнезда. Примерное время лёта можно найти в интернетах по таблицам лёта. Королева основывает семью самостоятельно. Нужно лишь посадить её в инкубатор, где будет поддерживаться постоянная влажность. После чего её нужно оставить в покое в тёмном месте на несколько недель. Кормить её не нужно, жировых запасов ей хватит на выведение первого поколения рабочих муравьёв, да ещё и останется. Первую подкормку можно делать примерно через месяц после появления яиц, когда вылупятся и окрепнут первые помощницы королевы. Они ещё очень пугливые и будут всё время держаться около расплоды и матки. Как только рабочие осмелеют, это уже где-то через неделю-полторы, появятся ещё молодые муравьи, и тогда уже можно смело давать сироп, насекомых и прочую подкормку. Не боясь, что она испортится. Муравьи успеют её потребить. Пройдёт ещё немного времени, и инкубатор уже будет переполнен расплодом рабочими. Кормить без побегов не получится от слова совсем. И потребуется подключить арену. Этакое место для выгула муравьёв. На арене не должно быть щелей и крупных отверстий. Тетра-любители сбегать и проверять любые лазейки на прочность. Антипобег обязателен. Лучше всего мелких муравьёв держат вазелиновое масло, однако муравьи на него любят клеить мелкий мусор, после чего образуются дорожки и мостики, где муравьи свободно гуляют. Обновлять слой масла нужно по мере загрязнения. Но ещё, добавок, советую использовать крышку с вентиляцией. Когда семья перерастёт на инкубатор, логичнее будет переселить всю ораву формикарий. Тут всё просто. Тетра не особо прихотливые. Акриловые формикарии, гипсовые, без разницы. Главное, чтобы можно было поддерживать достаточно высокий уровень влажности. Поэтому деревянные формикарии и другие формикарии без увлажнения не подойдут. В природе существует интересный феномен, который неофициально называется муравьиные войны. Такой наблюдается и у тетрамориумов. Несколько соседних гнёзд встречаются в безжалостной схватке, в которой нет ни победителя, ни проигравших. Огромная территория, примерно размером с ладошку, усеяна трупами и искалеченными телами рабочих. Зачастую в битвах участвуют соседние гнёзды. Обе стороны не имеют выгоды от подобных мероприятий, только потери. И ладно, если бы таким образом отвоёвался выгодный кормовой участок. Но нет, схватки происходят как при изобилии, так и при дефиците кормовых. В битвах могут участвовать как десятки рабочих, так и целые гнёзда. А это уже тысячи рабочих муравьёв. В целом, это достаточно спокойные муравьи, а главное, лёгкие в поднятии семьи и интересные в развитии. Конечно же, по многим параметрам они уступают жнецам, лазиусам и другим видам, особенно экзотическим. Но вот как полезный опыт, плюс попробовать какой-то массовый мелкий вид с интересным коллективным поведением, вот это вот самое оно. В противном случае колонию можно отпустить в ближайший лесопарк, благо местные тетер легко приживаются. Особенно крупные колонии от 100 особей. С лёгкостью находят пропитание даже в городской местности и не особо докучают местным видам. Из личного опыта скажу. Максимальный размер семьи тетер, поднятый мной, это около 600 особей. И это меньше, чем за год. Сейчас эта колония живёт на природе. То есть я поймал матку в июне, а уже в мае, на следующий год, я выпустил крупную семью на волю. Через мои руки прошло около 4 колоний тетер, которых доращивал до 500-600 особей и выпускал, так как терял интерес. Было интереснее наблюдать за поднятием колонии. Надеюсь, вы почерпнули из этого видеоролика что-то интересное. Тетер повсюду. Любите тетер. Спасибо за просмотр. Стой, 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 стой. Ты ничего не забыл? Ну, я хотел сделать отдельный ролик. Давай не гунди. Ты же сам говорил, что ты пытаешься делать контент, который хотел бы видеть сам. Ой, ну ладно. Муравьи рода Странгелагнатос – это облигатные рабовладельцы, презентирующие на муравьях рода Тетрамориум. Рабочих, так и маток, легко отличить по саблевидным мандибулам, которые, как и у других рабовладельцев, амазонок, специализируются на пробитии плотного хитина врага и таскании нежных куколок. К сожалению, больше ничего эти муравьи не умеют. Ах да, еще есть и ничего не делать. Прямо как я все лето. Время лета этих муравьев странным образом совпадает с летом Тетрамориумов. Чаще всего матка подселяется к матке Тетер и помогает ей выводить потомство, как хозяйке гнезда, так и свое. В дальнейшем, как колония наберет достаточной мощи, судьба матки Тетеры может сложиться печально. Но в некоторых случаях оба вида сосуществуют в одном гнезде. Точных данных о том, сколько маток-паразитов может жить в семье, неизвестно. Стронги мало изучены по причине редкой встречаемости и скрытности. Рейды за расходом Тетер застать очень сложно. В более контролируемых условиях, лабораторных или домашних, наблюдения и изучения стронгологнатусов более реализуемая затея. Найти матку стронгов во время лета – задача с минимальным шансом на успех. Создать условия для поднятия семьи просто невыполнимы. Из информации, полученной на зарубежных форумах и от отечественных киперов, можно сделать некоторые выводы. Стараться и пробовать бессмысленно, но если повезет, то успех маловероятен. Существует два метода – ингубировать сразу и Тетер, и Стронг в одном инкубаторе, или подселять матку Стронга в молодую семью Тетер. Первый вариант реализуемый, но в большинстве случаев ресурсов Тетер на поднятие такой колонии не хватает, так как жировых запасов рабовладелец не имеет. Второй вариант уже сложнее устроить, но шансы на успех чуть выше. Риски заключаются в том, что рабочие Тетер могут попросту не принять чужеземку, да и найти подходящую по размеру семью Тетраморимов достаточно проблематично. В моем случае семья Тетер возникла из ниоткуда. Во время лета Тетер поймал небольшую матку с виду ферокс, посадил ее в инкубатор и убрал с остальными подальше. Через некоторое время обнаружил, что одна матка Тетер погибла, быстро перенес ее расплод той псевдофероксине, так как у нее было всего-то пара яичек да личинка на тот момент. Подумал, что так развиваться семья будет чуть-чуть быстрее. Рабочие Тетер вылупились, кормили матку, себя, расплод. Все остальные семьи с Тетерами уже были кто продан, кто роздан. Одна эта гримыка с пятаком подкидышей и горсткой своего расплода сидела на полке в ожидании вылупления своего расплода. Прошло около полугода и долгожданный момент настал. Родные рабочие все-таки появились. Меня не смутило, что рабочие желтые. Подумал, ну, наверное, не окреплю еще, молодые все-таки. Не насторожило даже то, что они были крупнее подкидышей. Тетер раза, наверное, в полтора. Я просто вздохнул с облегчением, что матка все-таки жизнеспособна. Пусть и развивалась так долго. Спустя пару недель рабочие так и не потемнели. И только тут пришла мысль рассмотреть королеву из золотистых муравьев Макро. Конечно, сначала я не поверил увиденному. Черная, как смоль, матка. Размером и пропорциями схожая с маткой Ферокс. И с саблевидными мандибулами. Крупные золотистые желтые рабочие с такими же мандибулами. Но по сравнению с Тетерами выглядели, как настоящие солдаты среди обычных гражданских. На следующий день мне нужно было задавать генетику в университете. Я бы хотя бы в последний день поучить, а вместо этого в голове были лишь две мысли. Вот это да. Вот это прикол. Тот же было принято решение подкинуть к углу каких-то уличных Тетер. После чего Стронги начали выводиться один за другим. Сказывается основная особенность социальных паразитов. Повышенная плодовитость. В самый расцвет колонии численность превалила за 400 особей, где половину примерно составляли Стронги. Лимитирующим фактором численности Старангелогнатусов было количество подкинутых куколок и личинок Тетрамориумов, так как именно на них ложатся все обязанности по гнезду. Стронги вообще показали себя заядлыми тунеядцами. Редкий случай, когда Стронг помогал перекладывать расплод или же в колонии фражеров отправлялся попить сироп. Даже в бою с оглушенным тараканом казалось бы Стронг от слова Сильный, но Золотой Соблиносяц поспешил скрыться с поля боя. Да и вообще на арене появлялись единицы. Старангелогнатусы интересные враги, но только в эстетическом и даже больше в визуальном плане. Большая морока с Тетерами, смертность высокая, поведение овощное, еще и пугливое и жутко. Лично мое мнение, за ними интереснее наблюдать в природе во время набегов на Тетер. Другое вот дело Тетер. Мы встретились, когда мне нужно было учить генетику. В небесах ты стоишь головой на земле. Крутанет, что выйдет. Но если болит голова у тебя, спаси себя. Мой разум где? Мой разум где? Мой разум. Где мой разум? Продолжение следует...